Всем доброго здоровья. Я считаю, что на нас, на армян, обижаться невозможно. Да и не нужно за то, что мы вот так эмоционально бывает радуемся, когда нас хвалят. Мы как дети, понимаете. Нам не важно, за что хвалят. Мы не разбираемся. Главное, чтобы похвалили. Даже если похвалили 200 лет назад. Армянский язык есть язык богов. И Армения есть родина богов. И боги родом из долины Араратской. Это не мои слова. Это слова великого английского поэта Джорджа Байрона, который изучал армянский язык, армянскую историю и армянскую культуру на острове Святого Лазаря у махитаристов в Венеции. Я вот тут подумал. Ведь мог Джордж Байрон изучать азербайджанский язык. А он взял и изучил армянский. Что-то в этом, наверное, есть. Знай наших. Егор Глумов как-то подруга моя там по-настоящему. Сейчас прочно в лидерах у армянской аудитории. Я с удовольствием наблюдаю за его деятельностью. Я вижу, как искренне он хочет, чтобы армяне были самыми лучшими, чтобы им было чем гордиться. И вот для тех, кто не поддерживает Егора и не верит, ну или сомневается в том, что Байрон действительно учил армянский язык, есть документ, читайте. Мои уроки армянского языка все еще продолжаются. Я освоил около 30 из 38 дьявольских закорючек Месропа, создателей алфавита и несколько слов, состоящих из одного слога. Ну да, тут Байрон про язык не совсем богов, но учил ведь, что дали, то и учил. И выучил 30 вот этих букв и даже еще несколько односложных слов. И это всего за 30 дней, а по некоторым сведениям вообще за 15 дней. А после этого он учил армянский еще аж два месяца, до маскарада знаменитого венецианского, который в сведении февраля. Ну а потом маскарад, понятно уже, не до букв. Ну вот еще 60 дней Байрон учил армянский. Считайте, сколько он мог выучить еще букв и слов хотя бы односложных. И что? Кстати, Байрон собирался бросить учить армянский, уехать из Венеции еще в конце декабря. То есть после первых 30 букв. Да. Но не уехал. Потому что встретил в Венеции божественную, это уже точно божественную, венецианку. В настоящее время мистер Хопхаус отправился в Рим с братом, женой и сестрой, которые застали его здесь врасплох. Здесь имеется в виду Венеции. Возвращается через два месяца. Я, должно быть, тоже отправился бы, но я влюбился и должен оставаться здесь. Дама, это Марьяна, жена хозяина дома, в котором Байрон снимал апартаменты, к моему счастью, более податлива, чем язык. Не то оказавшись между ними двумя, я должен был бы потерять остатки разума. Так что Байрон все-таки продолжил обучение у мхитаристов, ну и у Марьяны. И чтобы обучение у мхитаристов, я имею в виду, не пропало даром, он вложил тысячу ливров в первый тираж англо-армянской грамматики. Ну, чтобы приятно с полезными немножко заработать. Я отправляю вам некоторые листи англо-армянской грамматики. Я простимулировал и посодействовал публикации грамматики. Это стоило мне тысячу французских ливров. Когда эта грамматика будет готова, не откажете ли в любезности приобрести экземпляров 40 или 50 копий, которые все вместе не будут стоить больше 5 или 10 генеек. И постарайтесь узнать у любопытствующих, просвещенных людей насчет распродажи. Однако Европа не бросилась раскупать грамматику. Это странно, это же была армянская грамматика. Это прямо из колыбели человеческой цивилизации. Темные и забитые европейцы они после этого. В общем, бизнес прогорел и в целом тоже. Возможно, это произошло потому, что в первых изданиях не было имени Байрона. Не знаю почему, но вот не было. Я думаю, если бы было, то дело бы пошло. Но не было. Армянские монахи даже не указали, что Байрон дал на грамматику денег. Но это тоже странно, ведь монахи, это же очень честные люди, тем более армянские монахи. Вот везде рассказывают, что Байрон выучил армянский язык, что написал англо-армянскую грамматику, что профинансировал ее. А в самой грамматике об этом не написано ни слова. Кстати, вот интересный факт. Когда стало понятно окончательно, что торговля заглохла, Уже после смерти Байрона, конечно, вдруг, среди прочих бумаг, нашлось письмо Байрона, В котором он, как нельзя кстати, писал о том, какими чистыми и благородными были мхитористы. Первое. Второе. О том, что армяне после многих веков рабства сохранились лучше, чем греки и евреи. Кстати, очень интересная мысль, такая необычная, неожиданная, согласитесь. И о том, что в Армении некогда прежде существовало могущественное королевство, но оно не было самостоятельным, не было независимым. Вот. Да? Вот. Точно, да. Не было независимым. Давайте почитаем. С исчезновением самого рая можно считать время, когда начались почти все несчастья страны. Хотя это было в течение долгого времени могущественное королевство, оно вряд ли когда-либо было независимым от персидских сатрапов и турецких пашей. Ну да, как видите, все правильно. И вот это письмо сделали предисловием уже к следующей книге, которую издали мхитористы, которая называлась «Армянские упражнения и поэзия Лорда Байрона». И дело пошло. Имя Байрона продавалось лучше, чем армянская грамматика. Ну, вот так. И, увы, увидеть оригинал этого письма мы не можем, поскольку впоследствии, к сожалению, он был утерян. Так нам рассказывают. Но мы-то с вами понимаем прекрасно, что, скорее всего, он был похищен и уничтожен адептами Резвана Гусейнова. Видимо, они разозлились на Байрона за то, что он не захотел изучать азербайджанский язык. Мне кажется, тут все понятно. И чуть не забыл. Этих слов... Армянский язык есть язык богов. И Армения есть родина богов. И боги родом из долины Араратской. Этих слов там не было. Даже если письмо Байрона, которое там якобы нашли после его смерти, существовало, то про «я выучил язык богов» там ничего не было. Этих слов нет даже в полном собрании сочинений лорда Байрона. Про дьявольские закорючки есть, а про «я выучил язык богов» нету. Чем же нам гордиться-то теперь? Хотя, можно ведь не читать Байрона. Можно слушать радио Ванн и гордиться собой. 24 часа. 7 дней в неделю. Подробно о том, как Байрон изучал армянский язык, в полном видео, по ссылке, которая у вас есть.